людей, в общем-то, влачить жалкое существование, болеет. Это люди находятся в России, на Украине, в Белоруссии. И ликвидаторов еще полно по всем странам. У нас огромное, даже вот в Саратове есть пятна, где пролился чернобыльский дождь. И людей оттуда лечат в Институте гематологии в Москве, я их здесь в Саратове даже не лечу, там какие-то квоты у них, я не знаю. Поэтому как-то вот этот вопрос надо бы более рассекретить, что ли. То есть, вот я даже ни одной серьезной статьи не читал в прессе. Все эти научные статьи, они где-то там спрятаны под сукном. А вот как, ну нужно же нам понять, как Чернобыль повлиял на человечество. И не является ли Чернобыль продолжением «Утромагов» Бержье и Павелем, где они прогнозируют в 50-е годы, что будет огромная ядерная авария. Каким образом? Почему они прогнозируют? Потому что они в результате опытов узнают, что воздействие радиации на ребенка увеличивает его интеллект. Они говорят, ну все, взорвется что-то такое, что засрет весь мир, потому что человечеству нужно увеличить интеллект. Все, взрывается Чернобыль, и мы видим огромное количество детей Индига, которые реально интеллектом даже про большинство взрослых, я хотел сказать, сильнее большинства взрослых, но засмеялся, потому что большинство взрослых, к сожалению, находится на самом низком интеллектуальном уровне. То есть, может быть, это еще не дебильность, но это уже не... Ну ладно, не будет. Это вата. Это вата, да. Правда, за последние 30 лет человечество такой рывок сделало, колоссальнейший. Ну вот никто этим не занимается, и у меня вызывает это подозрение, я вот не верю в теорию заговоров, но у меня это вызывает определенные подозрения. Ну что ж некогда и некому, что ли, огромная масса народу умных, но они почему-то не занимаются этим вопросом. Ну потому что их не поразил, что, Новый, может быть? Ну, может быть. Или поразил, да? Украина назвала приемлемую цену на российский газ. Ну, приемлемая цена...